у меня на него зуб при сильно элементарный фотографии это вставили это же воровство воровство не по отношению ко мне все что плохо лежит в нашей стране считается можно брать ну так принято где-то в других странах и в тюрьму посадят а у нас стоит чемодан на улице да и вдруг окажется по закону если это сам чемодан обнесет проволока на ней там замок а если просто человек забыл остался чемодан но можно брать и уносить уголовное дело не будет это же случилось и здесь сада промышленного нет все обыскался сада это должен промышленный сад большие тысячи садов что привитых откуда черенки это себе два-три года и дети матч сад погибает ну пять лет нету эту меня вот это возбудило я почему говорю я не трогаю этот как-то жилье кива а мне такого не трогает и тут никого не трогать пока не стали воровать думая фотография хотя бы абрикос или не поверить ведь расчет на простых людей поверят же что это через его омский растет и эту фотографию украдет на сотни сайтов а вы что самое лучшее вырастили вот эту а сфотографировали саду в омске а потом она пошла гулять по свету на украину польшу болгарию да вот и испании все она же у вас украли боженьки мой боженьки мой я уже который раз уже это ну что это такое ну как не стыдно сотни питомников отцепилась в эту фотографию ну ладно только вы но врали опять она еще не все любом месте любом месте кога гагарден март ну-ка а нет тимирезинская академия тоже шли слова это все они из интернета что вы продаете тут такое я должен с вами рассчитаться я хочу чтобы люди перестали государства не надо идет грабеж и идет унистражение садово с таким путем рынок забит это вот этим дерьмом который все умрет вся система от учебы не госсадь усяжки государство питомник вся работает холостой самый хитрый питомники стали только перекупщиками остальные доктор продали такой дерьмо что невозможно представить да вот а фотографию нужно давать вот эти и что получилось проценко которого я объяснил ситуацию я говорю мне нервов не хватит а там написано обращайтесь к агроному я рассказывал пару лет назад что изменилось ну вы посмотрите когда я сделал фотографию месяц назад так нет или два месяц ровно прошло два года высвилили мы он звонит не звонит а здесь же было как сказать ну связь прямо на сайте вот почему присвоили фотографию вот ответ невнятный вот нет внятный знаете что сказал мы не могли сделать фотографию потому что у нас урожай не было тогда возникает вопрос а как вы саженцы продаете если нет косточек абрикоса как продаются абрикосовые саженцы откуда дровишки я уже эту а мне жители несколько академии особо отношений теми резюки меня грязью полили брата моего полили сына моего полили но если вы таких достойных выпускаете если на вашем сайте вот это вот вот это вот происходит такой позор да уберите в конце концов начали убирать фотографию жалко брать убрать убрали вот это здесь было придумано вот здесь вот мне есть это только в этом архиве я была придумана целая биография вот это целая из каких пор абрикос серафим стал успех чистая выдумка нету у них сада абрикосов тем более по это самое тверио академии нету а дальше куда не гляжу пожалуйста вот еще одно это но теперь мы про цены хотите поприкалусь и так из шести фотографий но это я не раз издевался это ветка свешивается с дерева груша лада ветка с дерева свешивается а ее назвали колновидной то есть у нее якобы штаб есть вранье вот это сами знаете нарисовано вот ни один горшок не выдержит вот этого никогда если только нам что не подвязывать будем трех как как нарисовали а это опять моя фотография то есть чистое вранье и оно каждый день перед глазами но теперь давайте оцена обижайте друзья обижайте ну округляем сто восемьдесят рублей вот извините я смотрю уже самая дерьмовая водка стоит 300 самая дерьмовая как может ценить граненый стакан водки который выпивается за пять секунд а это должно давать урожай десятки лет как сравнили а так это не все я до этого дошел я вам рассказывал гарден март пожалуйста вот моя фотография теперь смотрим как не дешло снижение цен когда-то цена была солидно опять же вранье то есть они перекупщики раз фотографии все раз два три четыре все это наворовано в интернете своя не одна нет тысяча двести шестьдесят делим на два должно получиться шестьсот тридцать пятьсот десять то есть 27 раза стало дешевле начинается снижение вот сейчас поймете абрикос успех так меня опитили тут хотя бы пятьсот это тоже будет академик он написан академик вот здесь собрали это серафим уже сто десять рублей но это не рекорд я люблю попрекал перед теми кто ворует уже сто десять так с чем сравнить то если сто десять стоит бутылка пива то это дерьмовое пиво да дерьмовое и так цена сайденса бутылка дерьмового пива которое рекомендуется вылить в унитаз смотрим дальше ниже рекорд по ценам я пишу питомниководство умирает вместе с садоводством России и наоборот садоводство России умирает из-за подлости одних владельцев и других как можно было допустить гигантское рынок саженцев что все противопитомники продают привезенные за тысячи кредитов с юга практически все почти все или выпускают это рынки дороги базары все как на этом фоне может выжить питомниководство в России а ведь здесь же все дороже как этого самого фермера показывали районный центр взял его увеличил я смотрел у меня слезы на глазах были фермер наш российский подмосковный районный центр вот до Москвы стоят 10 километров в Москве они причем увеличили размер арендной платы в 50 раз я понимаю им хочется заплату получать ему украсть что то надо а для этого надо чтобы в районном центре был бюджет и под эту марку уничтожают фермерство не в два раза не в полтора 50 раз понимаете ну представь себе что у нас и так подняли эти цены на ЖКХ сильно подняли вот для простых людей это вообще ужас это грабеж грабительство но представь себе что вам еще пришла а там цена допустим вместо 8 тысяч допустим 50 раз 400 тысяч представили что там например платите 400 тысяч вот то же самое случилось и это все я пишу садоводство в России умирает из-за подлости одних головотяпсу других головотяпсу это значит что в каждом даже в районных центрах в областных есть эти департаменты там сидят люди отвечают за сельское хозяйство вот самые сытые самые довольные люди которые не делают ни хрена ничем нам не помогает запретить никто никогда не запретит наболела доброе утро я много лет у вас выписывался на саженцы и теперь хочу написать следующее один из один из крупных она про не про меня не подумайте чего плохого она про один из крупнейших плодопитовников России которые еще производят ну пусть дерьмо но отечественное дерьмо вот так скажем и так она мне переписку прислала доброе утро я много лет выписывал семена и саженцы и теперь хочу вам написать имя имя подчеркиваю это не мне следующее семян пакетиков очень мало стоят они не дешево саженцы очень хилы я бы сказал ели живые как вообще можно найти отправлять садоводом пыталась выходить как-то ухаживала но каждый раз одно и то же погибает абрикос это же просто палочка с хвостиком это не саженец вот виноград это палочка и корешок торчащий на другом и этого и этого и этого нет это как вообще можно вырастить картинка у вас красотища да я посмотрел красотища каталоги интересны а на деле ничего нет сколько я денег потратил зря да и картинки то у вас ворованные как оказалось если зайдешь вендекс а где фото с вашим питомником с вашим деревни где ну скорее всего раз она прислала мне эту переписку значит она уже от меня все что вы видели больше знал ей тоже стало интересно что такая красотища а присылает дерьмо картинки которые еще в десяти питомниках точно такие же выставлены это есть ваша реклама вот смотрите больше я вас ничего не буду выписывать всем расскажу о вас как просто что вы делаете деньги и не более того чтобы дальше у нас садоводьях вам наплевать главное купили да вы высылаете бывает взамен но ведь такую же палку а вы что думаете если второй раз пришли то пути никогда уберут из этого из остатка огромное спасибо на на ошибках учат а вот научил меня всему железовой рекорд статились какие должны быть деревья как этого добиться а теперь внимание обещал рекорд и так саженцы вот я причем почему во-первых увидели вот они что делают они вот так вот так самые хитрые сайты вот так вот делают ну это называется ловкость рук и вот он все тот же самый называется опять успех вот поняли да это моя фотография я могу на любом суде доказать что это моя фотография и никто ни разу мне не сказал не упрекнул да нет это наше это вы у нас украли вот все это опять из интернета раз мы подогреваем жалеть не буду вот жалеть их надо почему стоили тысячи с лишним рублей почему стали двадцать в пятьдесят два раза в пятьдесят два раза третий раз пятьдесят два и в скобках прописи пятьдесят два раза и вот это все что там за 20 рублей можно купить правильно заряжалые невыкупленные палки которые еще надеются хоть чуть-чуть хоть вы знаете они покупали по 20 рублей импортные там вы знаете как это автомат работает вот я всегда производил за сутки я делал привал штук сто бывало 120 ноги отнимались на коленях саженцем еще надо было вырастить а там на потоке как это делается как швейная машина работает саженцем по 20 рублей купили по 1000 продать теперь думаю как бы хотя бы 20 вернуть денег и это реклама когда я делал в этом году летом и так дожили вот но в общем и целом в общем и целом это какой вывод еще и садоводство умирает во первых сами загубили люди покупали мертвые покупали мертвые я вам рассказывал про людей которые потратили 50 тысяч 100 тысяч 200 тысяч а сада нет помните я отговаривал сека который хотел купить 2000 груш причем в том питомнике где эти груши надо сразу было выкапывать и выбрасывать а надеялись продать ему 2000 груш по 200 рублей было я не знаю отговорил я его или нет потому что он должен был взамен у меня купить семена уссурики а он или все-таки их купил убедить всех чем угодно можно вот вы настоящий садовод у нас лучше в мире садоводство может быть как-то это его околпачили он мне не стал семечки покупать я их не навязывал но я сказал хочешь иметь сад семечки посадишь на постоянные места потом их же привешь и иначе ты никогда прибыль не получишь что вот с этих получать вот и что получается значит вывод эти продажные люди еще раз говорю почему продажные ехали мы в аромат про фотографии продажные садовцы уничтожены становятся в России плюс ленивые и невежцы на чиновники вы представляете гигантский аппарат по надзору сколько их они еще не делают смеяться будете это надо быть специалистом которые хотя бы свои это знают по фотографии вот это сиропин так вот и чемпион севера еще одно название это одна и та же фотография вот одна и та же я вам клянусь вот 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 а вот Зайду сюда, ну-ка посмотрим О, ой, сейчас моя мигнула, уже уж как жалко Вот и справа Кстати, у нас заканчивается разговор Осталось 10 минут Здравия, дорогой заказ, в смысле прошлогодний Мариинская с праздниками Так, ну-ка Новый эфир вышел, брат, сделал, вот он Ладно, это так Заглянул на секунду Вот И сюда заглянул Вот еще заказ пришел один Ну, такие заказы, смотрите Ладно, прокомментирую Александр Викторович, да Ну, тут нет адреса, я уши не выдаю Китай как раз на желтая, 15 Прекрасно Красная синяя, 15, кстати, она имущая подвойная Уссурийская желтая 20 Ну, почему никогда не заказывается это самая красно-розовая Ну, до того обидно, это мое искусство Это, понимаете, растет смешанный сад Извините Я это называю Беспорядочный секс Имею право, имею Это слова секса, это внимательное слово Вот Получилось красно-розовое Ну, так У вас-то еще получится красно-розовое Или еще как-то Или желто-розовое Розовое Ну, никто никогда не закажет Это вот случайно я сюда заглянул Просто, нам просто немножко наболело Знаете как? Просто наболело Как теперь возвращаться Где я был? Все хрен поймет Что-то Где я был? Так, я был Придется, наверное А, ну почему? Вот же я где был Итак, это одна и та же фотография Разобручили Идем дальше Смотрим сюда Опять Другой день Абрикос чемпион севера Че это? Вот Ну, если нажать А, вот-вот Омский садовод Тот самый, который Сада нет А санкции вырастают Где-то Ну, как кролик со шляпой И вот он Смотрите Семена Семеновод Семеновод Еще вот добавилось Ну Я железом говорю Клянусь Что это И это Одна и та же Моя фотография Вот Как просто делается Смотрите Никому в голову не придешь И те обманули И те обманули И остальные все Чемпион севера Вот Смотрите Когда Ну, давайте Расшифруем Чисто психологически Потому что Я надеюсь Когда-то В школе Будет это проходить Когда-то Будет понятие История садоводства Вот Как они Стараются Чтобы люди Покупали Берем Слово Север Корень какой Догадались Смотрите Внимание Моя фотография Чемпион Севера Тут не написано Что моя фотография Это якобы Они в России Чемпион Севера Дальше Вот это Я не могу Перевести на русский язык Еще один сайт Северный труб Корень тот же Чемпион Северный труб Слушайте дальше Еще не все Априкос Серафим Ну ладно Все знают Что Серафим Северный Триумф Северный Чемпион Севера Уже другая фотография Другой сайт И на другом сайте На этом фотографии Мою взяли Чемпион Севера А это взяли И этот самый Но это еще Не все Они еще Написали Априкос Сибирский Фотографию Слянделя Культурного Сибирский Априкос Неседовный Это дикарь Вот Ну почему Они не знают Почему Они написали Сибирский А потому что Вот человек Живет в Сибири Видит красивую Фотографию Культурного Априкоса Вот Обманывается Рад Как там было Мне не трудно Обмануть Я сам Обманывается Рад Вот человек Обманулся И купит И опять Сибирский Сибирский Север Север Серафим Северный Чемпион Севера И вот этим Они и покупают А кто Людям Это расскажет А Кто Северный 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 Северный